Привет ребята! Сегодня главными участниками видео станут опарыши. Попробуем вырастить мух и понаблюдать за этим процессом. Заодно сравним взрослых насекомых выросших с красного и белого опарышей. Даже в чашке Петри видно насколько они отличаются друг от друга. Эти монстрики такие активные, все в суете, в поисках пищи наверное. Не желают сидеть на одном месте. Собственно мухи нам нужны не просто так, а чтобы разнообразить рацион нашего богомола. А то зимой все насекомые спят, да и живой корм зачем покупать, если можно вырастить самому. Сейчас он питается опарышами, а скоро будет поедать свежих мух. Возвращаемся к опарышам. Мы приготовили такую вот колбочку, в которой ранее хранилась игла шприца. А также еще несколько сосудов, пробирку, чашку Петри и большую колбу. Хотим проверить, как место обитания опарыша от тесного до просторного повлияет на процесс развития личинки, а затем и формирование самой мухи. Опускаем белого опарыша в первую емкость, в которой настолько мало места, что даже развернуться не получится. Только ползать взад или вперед. Дальше пробирка. Здесь уже место больше, но также площадь перемещения очень ограничена. А летного пространства для родившейся мухи не будет вообще. В чашке Петри и в большой емкости опарышу место хоть завались. А вот полетать у мухи получится не везде. Повлияет ли это на развитие крыльев, скоро узнаем. За кадром мы точно также разместили и красных опарышей по разным емкостям. Только в большой личинке будут соседствовать у остальных индивидуальные хоромы. Ну или почти хоромы. Прошло 24 часа, можно взглянуть на первые результаты. В чашках Петри оба опарыша куклились. Одна куколка еще немного красная, та что красная была изначально. А вторая, которая была белой, стала коричневой. Пробирки 50 на 50. Белый опарыш по-прежнему в движении, а красный уже замер. Это как бы еще не куколка, но процесс запущен. В большой емкости оба опарыша окуклились. Почти, здесь у красного заметно небольшое шевеление. Пытается устроиться поудобнее, чтобы проснуться уже мухой. В маленьких пробирочках вообще без изменений. Личинки все так же активные и не хотят ложиться спать. Интересно получается, если обе не спят, то это закономерность, не какая-то случайность. Выходит, чем меньше пространства, тем позже личинка превращается в куколку. В маленьких ни одна не спит. В пробирках побольше 50 на 50. Ну а в больших и в чашках Петри уже образовались куколки. Третий день был без изменений. И только на четвертое куклились опарыши, которые находились в самых маленьких контейнерах. Вот это опоздание аж на два дня по сравнению с собратьями. Очень хорошо видно, что куколки даже по цвету отличаются от тех, у кого процесс метаморфозы запустился ранее. Кстати цвет, он теперь у всех одинаковый. Коричневый. Вне зависимости от того, каким был опарыш, красным или белым. Пятый день изменениями не порадовал. Шестой так же. Ну почти. Одно небольшое изменение мы все же зафиксировали. У личинки в чашке Петри вылезла голова. Походу стало тесно и решила выбраться наружу. Правда движений никаких. Высунуло голову и все. Заодно пробежимся по остальным. В маленьких прибирках без изменений, в прибирках побольше так же тишина. А вот у двух куколок в большой емкости завелись гости. Насколько они маленькие, можно сравнить на фоне личинок. Вот поэтому опарыши окукливаются, чтобы никакие микроорганизмы не досаждали и не мешали спать. На следующий день муха уже покинула кокон. Пока лежит на спине, не понимая, что ей делать. Причем она только вылупилась. Мы зашли в ангар и видели, как муха вылазила из оболочки. Совсем немного не успели, чтобы снять этот процесс. Но ничего, это наша первая муха, еще снимем все в деталях. А пока лежит, верх ногами брыкается. Что забавно, голова у мухи после рождения белая. Особенно хорошо видно вот на этих кадрах. И кстати, перевернуться муха так и не смогла, зато обхватила лапами свою личинку и крутит ее. У мухи белая не только голова, а и почти все тело. Кажется, что она не белая вовсе, а седая. Но это точно не от старости. И крылья не сформировались, они вообще прозрачные. Зато очень сильно выделяются на этом фоне большие красные глаза. А еще хоботок, по всей видимости, он уже сформировался. И вот, наконец, мы попали на рождение мухи. Можем рассмотреть процесс со всех сторон. Высунула голову и теперь пытается избавиться от кокона. И лапками себе помогает, и сокращением тела. То вытягивается в струнку, то как будто втягивает живот. Прикладывает все силы, чтобы появиться на свет. Тут уж акушеров нет, и никто ей не поможет. А теперь давайте посмотрим, как муха взрослеет. Вот мы сняли на таймлапс первый час ее жизни. Буквально на глазах видно, как вырастают крылья. А затем муха увеличивается в размерах и меняет свой цвет с бледно-розового на черный. И еще одну муху мы сняли на таймлапс. Ее превращение с вновь родившейся на взрослую. Только эта в какой-то момент перевернулась вверх ногами и решила продемонстрировать свои изменения брюхом вверх. И как им только удается в такое короткое время увеличиться почти в два раза. Кстати, это были обе мухи, которые родились в большой банке. Одна родилась вчера, одна чуть более часа тому назад. Но при этом визуальных различий между ними почти нет. А точнее вообще нет, ну по крайней мере мы их не видим. И еще одно рождение. На сей раз в самой маленькой колбе. И снова муха покинула свой кокон за считанные минуты. По сути она только появилась на свет. А уже пытается ползти и выбраться из своего заточения. Пластмассовый кокон для нее станет неприступным. Заодно сейчас проверим, сможет ли муха в тесном пространстве так же быстро развиваться, как это делает в пространстве побольше. Прошел первый час таймлапса, а у мухи ровно ноль изменений. Более того, даже спустя 4 часа мы не зафиксировали существенного роста. Но, к сожалению, в этой истории не все рождения были удачными. Вот, к примеру, муха в чашке Петри, которая развивалась из красного опарыша, не смогла закончить свое рождение. Она пыталась вылезти и, можно сказать, выполнила задачу на 80%. К сожалению, в таком деле не можно родиться наполовину или чуть больше. Такой случай, кстати, был не одиноким. Вот еще одна муха в маленькой колбе уже полдня пытается вылезти. Тоже, кстати, из красного опарыша. Такая себе закономерность. Мы даже разрезали колбы, чтобы высвободить ее. Муха все пытается выбраться. Остались буквально сантиметры, точнее миллиметры, но у нее никак не получается завершить начатое. Немного странная ситуация. Как можно проделать такой большой путь? Окуклиться, развиться в насекомое, родиться. Да, вылезти наружу почти всем телом и застрять пятой точкой. Видно, что даже тело уже почернело, не такое белое, как у вновь родившегося. Получается, что покидать кока нужно быстро. Иначе тело начинает развиваться и муха рискует оказаться быть заблокированной. А может природа так избавляется от слабых и тормознутых мух? Естественный отбор. Мы грешили на цвет опарыша, но вот одна из личинок белого цвета вообще не смогла родиться. Она немного больше других, более круглая что ли. Походу муха внутри начала развиваться, но даже не смогла прогрызть кокон. Итак, прошла неделя. Все, кто хотел родиться, родились. Давайте смотреть на результат. Мухи в самой большой емкости довольно активные. Бегают по всей поверхности, вверх, вниз, даже совершают попытки летать. В общем, стоило нам открыть крышку, как они тут же расправили крылья и покинули свой дом. На очереди муха из пробирки. Здесь домик меньше и хорошо видно по продуктам жизнедеятельности, что она здесь не один день. Но самое интересное, что мы ее ничем не кормили, а свою нужду она все равно справляла. Наверное, остатки пищи с прошлой жизни, когда она была опарышем. Муха такая же активная, как и собратья, родившиеся в большой емкости. Мы открыли пробирку и выпустили муху. Она, к слову, не сразу захотела выходить, а улетать так тем более. Крылья есть, а летного опыта нет. Прыгать умеет, что-то машет крылышками, но безрезультатно. Мы пересадили ее в большую емкость и стали ждать. Вот она, кстати, так привыкла, что стенки пробирки всегда рядом, что даже не научилась переворачиваться. Нижний брейк в исполнении мухи. Буквально на второй день муха себя чувствовала очень даже неплохо. Лазила по всей банке, по стенкам и вверх ногами. Настал момент истины. Сможет улететь или нет? Пока не спешит уходить. Новый, более просторный дом ей тоже понравился. Ну, тогда поможем ей, пусть выходит. На сей раз при попытке потрогать муху, она взлетела и больше мы ее не видели. А теперь самое интересное. Муха, которая росла в самой маленькой колбочке. Выпускаем ее на свободу и смотрим, что там с ней получилось за неделю. Она так привыкла, что может хвататься лапками за все стены, а теперь такой возможности нет. По телу, по крыльям, по голове видно, что муха в очень тесном замкнутом пространстве так и не смогла развиться в полноценной насекомое. Через день муха адаптировалась к новым условиям, но развиться в полноценную так и не смогла. Ну, что же, теперь мы знаем, как окружающая среда влияет на развитие живых организмов. На этой философской ноте, пожалуй, закончим. Сегодня все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok